Компания Рено неожиданно опубликовала снимки новых Логана и Сандера, включая кросс-хэтч Сандера Степвей. Полноценная премьера семейства состоится 28 сентября. А пока мы можем сказать лишь, что третье поколение бюджетников вышло довольно симпатичным. Пропорции у машин совершенно иные. Еще одна новость короткой строкой. В России стартовал выпуск рестайлинговых седанов Kia Rio. По технике изменений, видимо, не планируется, а вот дизайн изменился весьма существенно. Цены и другие подробности обещаны совсем скоро. Вчерашний бестселлер Honda CR-V теперь находится на дне российского рынка. Однако уходить не просто не торопятся, но и время от времени радуют немногочисленных фанатов обновлениями. Одно из таких вскоре станет доступным для нас. Текущий рестайлинг принес кроссоверу новые бамперы, а также иные ходовые огни и затемненные задние фонари. В салоне изменились только центральная консоль и накладка центрального тоннеля. Список комплектаций остался прежним, хотя их наполнение стало заметно более богатым. Поэтому, скорее всего, даже базовые Honda отныне будут стоить под 3 миллиона рублей. И это явно не поможет вернуть потерянное давным-давно лидерство. О том, что Mercedes выпустит народную версию Гелендвагена, стало известно несколько недель назад. А теперь немцы впервые показали, как двухлитровая турбочетверка помещается под капотом легендарного внедорожника. В большинстве стран фанаты Гелика восприняли бы такой мотор за оскорбление. Однако наши азиатские соседи будут только благодарны. В Китае, под которой заточена новинка, налоги зависят от объема мотора, а не от его мощности. Тем более, что мощность аж 258 сил. А ведь четверть века назад столько выдавали атмосферное V8. Поэтому бюджетный G-класс ускоряется до сотни за приятные 8 секунд. Хотя 8-цилиндровая пятисотка выполняет такое упражнение за 6. По идее, новичок заслужил шильдик G200. Однако, чтобы приподнять статус стартовой версии, ей присвоили индекс G350. Зато отказ от четырех цилиндров позволил здорово сбить цену. В поднебесной двухлитровый Гелик стоит на 30 тысяч долларов дешевле четырехлитрового. Продолжение следует...